Голос России представляет У нас в студии, как всегда, интересный гость. Наш сегодняшний компетентный собеседник в Москве бывает не так часто в последнее время, хотя гражданин России и большую часть жизни работал именно здесь, в Москве. Я с удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника Юрия Викторовича Федотов, российский дипломат, а с 2010 года международный чиновник, в хорошем смысле этого слова, исполнительный директор управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций и заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Юрий Викторович, добро пожаловать в Москву. Спасибо, Константин Иванович. А если позволите, первый вопрос, что привело вас на этот раз в Россию, какие здесь дела, которые связывают Россию с управлением по наркотикам и преступности ООН, и вообще, как часто вы бываете сейчас в России? Я бываю в России часто, это происходит по понятным причинам. Россия активно работает в системе ООН, активно занимается вопросами в повестке дня международной организации, в том числе в борьбе с новыми вызовами и угрозами, такие как организованная преступность, коррупция, международный терроризм. Это полностью вписывается в мандат моего офиса, поэтому в Москве бывает довольно часто. На этот раз я приехал для того, чтобы принять участие на прошлой неделе в большой международной конференции во Владивостоке по вопросам международной безопасности, которые проводятся по инициативе Совета безопасности Российской Федерации. Ваше управление, можно несколько слов о том, чем оно занимается, какие там направления работы, кто там работает, и какие страны являются для вас наиболее частыми странами посещения? — Управление ООН по преступности и наркотикам, ОНПООН, было образовано не так давно. Оно образовывалось постепенно, путем слияния различных ООНовских структур, которые занимались... Одна занималась вопросами преступности, другая — наркотиками, потом их объединили в ОНПООН. И мандат очень широкий. Это борьба с незаконным оборотом наркотиков, транснационально организованной преступностью, включая все формы этой преступности, торговля людьми, борьба с пиратством, борьба с отмыванием денег, а также противодействие коррупции и вопросы, связанные с предупреждением терроризма. — То, что можно называть новыми вызовами и угрозами. — Ну, действительно, это вызовы и угрозы. Некоторые не очень новые, другие совсем новые. Одним из новых вызовов сейчас для нас — это борьба с незаконными финансовыми потоками, отбыванием денег. Действительно, тема очень актуальна. Это как бы кровеносные сосуды, артерии, которые подпитывают деятельность международного криминала и террористов. — Ну, а формы работы какие? Вы что, спецназ, организация объединенных наций, вы высаживаетесь на захваченные пиратами корабли и ссаживаете их куда-то на берег? Или как это выглядит? — Нет, мы одна из структур ООН, которая занимается оказанием содействия государству, в борьбе с этими вызовами и угрозами. Мы обучаем специалистов, пытаемся повышать их квалификацию, снабжаем их необходимыми учебными пособиями, строим тюрьмы, если речь идет о пиратах. Тюрьмы должны быть в регионе, поэтому мы в основном строим эти тюрьмы в Сомали, а также в ряде других стран Восточной Африки. Мы оказываем содействие государствам выполнениями важнейших международных конвенций в сфере борьбы с наркотиками, терроризмом и коррупцией. То есть это в основном вопросы технического содействия, которые повышают возможности государств в реагировании на эти вызовы и угрозы. Но мы, естественно, мы не спецназ, мы не разведка, мы, организация, которая работает в системе координат ООН, занимаясь оказанием содействия государствам-членам ООН в осуществлении тех задач, которые они считают для себя наиболее важными, приоритетными. И наша задача заключается в том, чтобы не навязывать какие-то решения, а способствовать выполнению программ, проектов, формируемых самими правительствами. Часто в адрес ООН раздается критика, что эта структура не нашла своего места в быстроменяющемся мире, что она погрязла в каких-то бюрократических проектах. На мой взгляд, те вопросы, которые курирует управление, возглавляемое вами, являются очень достойным таким ответом на подобную критику, потому что вопросы трансграничной преступности, естественно, наркотрафика, незаконной миграции, торговли людьми, все это вопросы архиважные для современного человечества, и кому, как ни организации объединенных наций, этими вопросами заниматься. А вот в числе стран, с которыми вы в основном взаимодействуете, работаете, можно выделить какую-то группу государств абсолютного приоритета? Там первая тройка, пятерка, десятка? Ну, видите ли, Константин Ильич, нас как раз часто критикуют за то, что у нас нет четких приоритетов. И, по-моему, это не так плохо. Вы имеете в виду, критикуют управление или критикуют Организацию объединенных наций? Критикуют наше управление. Управление. Мне сложно выстроить приоритеты, поскольку иногда сложно сказать, что важнее. Работа в Афганистане или в Центральной Америке, охваченной волной насилия, в районах Сахеля, где развиваются очень опасные террористические тенденции из Северной Африки, или Юго-Восточной Азии. Все направления важны. Мы стараемся всем направлениям придавать значение и работать целеустремленно, и, главное, добиваться результата. Управление не может похвастаться огромными какими-то финансовыми ресурсами. Наш бюджет ограниченный, достаточно серьезный, где-то, грубо говоря, полмиллиарда долларов на два года. Но в рамках этих средств мы стараемся оказывать необходимую помощь, техническое содействие. И при этом вы совершенно справедливо сказали о критике, которая раздается в адрес ООН. Я могу согласиться с тем, что эта критика во многом оправдана, но хочу при этом напомнить о известном определении тогдашнего генерального секретаря ООН Бутраса, Бутраса Галли, который сказал, что ООН есть не что иное, как коллективное отражение государств, которые создали эту организацию. Критикуя ООН, государство критикует самих себя. Что же касается нашего направления, то его преимущество заключается в том, что действительно мы имеем дело с вызовами и угрозами, которые в равной степени касаются всех. И уникальность этой работы подтверждается тем, что у нас, допустим, есть программы в Израиле, в рамках которых сотрудничают полицейские Израиля и Палестины. У них есть совместная программа, они координируют действия, они работают. У нас есть так называемая трехсторонняя инициатива, которая объединяет такие разные и не очень хорошо относящиеся в политическом плане друг к другу государства, как Афганистан, Иран и Пакистан. Но они создали, открыли в Тегеране совместный центр планирования операций. Они назначили офицеров связи в Тегеране, там работают пакистанские офицеры, афганские. Более того, планируя операции по перехвату незаконных наркотиков через территорию Ирана из Афганистана, иранские спецслужбы координируют свои действия с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это немыслимо в политическом плане, но у нас это обычная реальность, потому что действительно все понимают, что угроза наркотиков и транснационально организованной преступности она затрагивает все государства, независимо от их политических приоритетов и взаимоотношений со своими партнерами. Вы упомянули бюджет Вашего управления, полмиллиарда долларов на два года. Это бюджет, который Вам дает Организация Объединенных Наций, либо существуют какие-то другие форматы, когда, предположим, страна заинтересованная в определенных действиях в другой стране, или на своей территории через Ваше управление запускает ресурс, что называется, окрашенный под определенную программу? – Часть наших средств – это регулярный бюджет ООН, но их очень мало, примерно 8% от общей суммы. В основном это добровольные взносы. Добровольные взносы государств-доноров, которые предоставляются в наше распоряжение, затем мы отчитываемся о том, как мы расходуем эти деньги, и которые идут на целевые нужды, связанные с нашими программами и проектами. Но при этом я хочу подчеркнуть, что сами по себе программы и проекты нами согласуются не с донорами, а с государственными получателями этой помощи. Поэтому неправильно думать, что мы организация, которая управляется донорами. Да, мы отчитываемся перед донорами о том, как мы в финансовом плане расходуем средства, и здесь важно, конечно, соблюдать все необходимые правила, транспарентность и подотчетность, но политические приоритеты расставляются теми государствами, которые нуждаются в нашем содействии. И, наконец, у нас есть уникальный случай, когда государства сами финансируют наши программы на своей территории. Мало кто знает, что нашим крупным донором, крупнейшим донором номер один, являются не Соединенные Штаты, не Евросоюз, а Колумбия, которая финансирует все наши программы на своей территории. Любопытно. А Россия донор? Россия донор. Россия один из крупных доноров. Россия вносит ежегодно примерно 2 миллиона долларов в ОНПО и направляет их на финансирование приоритетных для России проектов, в частности, в Афганистане, в Центральной Азии, Парижский пакт, Балканы и многие другие направления. Важным направлением работы России в рамках ОСПО является борьба с коррупцией. Кто работает в вашем управлении? Сколько людей занято? И как они набираются на работу? У страны доноры есть некая квота для своих? Или это и международные прозрачные механизмы? Хотя наша организация в основном финансируется донорами, мы являемся одним из департаментов секретариата ООН. Работаем по правилам секретариата ООН. То есть вопросы набора сотрудников полностью регулируются правилами и процедурами, которые действуют в рамках ООН. Это конкурс, отбор лучших кандидатов, независимыми комиссиями. И это позволяет нам действительно выбирать наиболее достойных представителей, которые работают. У нас все работают представители всех стран, всех континентов, немало россиян. Что же касается наших полевых операций, то мы часто привлекаем к нашей работе граждан, которые, собственно, живут в этих странах. Они работают на несколько других условиях, но работают хорошо, полновесно. И, кстати, часто потом они переходят уже в основной состав нашей организации. Всего в ОНПОН, если говорить об ОНПОН, работает около 2,5 тысяч человек. Большая часть из них работает в полевых миссиях. В России такая полевая миссия существует. Насколько я понимаю, вы действуете через сеть региональных или страновых национальных отделений. Их порядка 20, если я не ошибаюсь. Одно из них как раз в Москве. Это и есть полевая миссия? Мы сейчас находимся на переходном этапе. Конечно, у нас в Москве не должно быть полевой миссии, потому что Россия – это крупная страна. Это наш донор. Это член «восьмерки». Сейчас Россия играет важную роль как председатель «двадцатки», где мы тоже пытаемся вносить свой вклад в рассмотрение вопросов противодействия коррупции. Поэтому идея заключается в том, чтобы преобразовать московский офис, придать ему новый статус в офис по партнерству и связям. Такие офисы мы открываем в основном в странах БРИКС. У нас уже открыт такой офис в Бразилии. Сейчас обсуждается вопрос с Китаем, с Индией. Кстати, в Мексике такой же офис у нас открыт. И задача этих офисов, она несколько иная. Это не только работа в самой стране, хотя мы можем тоже что-то делать. И в России мы делаем. В частности, у нас есть интересные проекты. Домодедово. Это подготовка кадров наркополицейских для Афганистана и Центральной Азии. Также кинологический центр в Ростове-на-Дону, где мы помогаем готовить собак для наркоконтроля. Но Россия большая страна, крупная, быстро развивающаяся. Поэтому мы больше заинтересованы в партнерстве с Россией. В том, чтобы Россия имела возможность через каналы ОНПООН, ООНовские каналы продвигать свои технологии, ноу-хау, опыт специалистов для работы в других странах. В первую очередь, в странах СНГ. С Россией более-менее понятно. А в мире есть какой-то проект номер один для вашего управления? Это та же Колумбия, о которой вы сейчас упоминали? Это может быть Афганистан? С точки зрения ресурсов, которые выделены на этот проект, с точки зрения людей, которые работают в соответствующей полевой миссии? Или таких проектов много? Пожалуй, да. В Колумбии у нас крупнейший по численности офис. 500 человек работает. Из полутора тысяч в общей сложности. Да, это очень много. В основном, это вопросы, связанные с альтернативным развитием, где мы добились действительно больших успехов. В Колумбии на протяжении последних 10 лет производство кокаина сократилось в два раза. Именно за счет того, что крестьяне переходят на производство сельскохозяйственных культур, которые помогают им выживать, которые приносят им доход, может быть, несколько меньший, чем тот доход, который они получали от наркотиков, выращивания коки, но это законный доход, который позволяет обеспечивать предсказуемое будущее не только для них, но и для их семей, для их детей, внуков. Поэтому мы будем продолжать этим заниматься. Кстати, у нас есть один очень интересный проект в Колумбии. Это на стыке борьбы с наркотиками и охраны окружающей среды. И помимо вот в числе этих проектов, весь проект восстановления тропических лесов. Так вот, благодаря этому проекту восстановлено тропических лесов Колумбии на площади, равной площади Нидерландов. То есть это весомый вклад в борьбу с изменениями климата. Афганистан, это тоже очень важная программа, это самая дорогостоящая программа. Ежегодно на нашу страновую программу мы расходуем 119 миллионов долларов. Это альтернативное развитие, это пограничный контроль, ну и многие другие вопросы. Оказание содействия Министерству по борьбе с наркотиками Афганистана, формирование законодательной базы и так далее. Ну а к 2014 году, я напомню, что в 2014 году из Афганистана уходят коллективные силы НАТО и ответственность за ситуацию в стране вольно или невольно переходит к организации объединенных наций. Вот вы к этому переходу как-то готовитесь особо? Мы к этому не только готовимся, это главная наша забота в Афганистане. И под это была собственно и составлена, спланирована наша страновая программа для Афганистана. И более того, для того, чтобы усилить вот этот вот фактор региональности, мы, до этого у нас не было, мы приняли год назад региональную программу для Афганистана и соседних стран, которая включает в себя с одной стороны все государства Центральной Азии, с другой Иран, Пакистан и Афганистан. И таким образом мы как бы замкнули кольцо вокруг Афганистана и полагаем, что с помощью этих региональных коллективных усилий удастся сдержать поток наркотиков, удастся сдержать поток химических прекурсоров, которые направляются в Афганистан для производства опиума и героина, и в целом вывести эту страну на нормальные рельсы развития. Ведь в Афганистане даже по самым скромным подсчетам от 10 до 30% ВВП составляют деньги, которые получаются от незаконного оборота наркотиков. По сути дела, это может быть единственная реально работающая экономическая экономика Афганистана, причем очень эффективно работающая. К сожалению, да. Важно найти замену этой экономики, занять чем-то людей. Юрий Викторович, неразрывно с темой международной преступности, наркотрафика, связана тема терроризма. Я думаю, что и ваше управление этим обязательно занимается. Скажите, пожалуйста, не работая в странах-донорах, вы имеете какую-то миссию или какую-то возможность реагировать на случаи злоупотребления, связанные с антитеррористическими действиями. Я имею в виду тюрьму в Гуантанамо, я имею в виду секретные тюрьмы ЦРУ в Европе. Это тема для вашего управления или ей занимаются какие-то другие структуры? Это тема в том числе для нашего управления. Вся работа нашего управления основана на уважении прав человека, на элементарных стандартах. Она полностью укладывается в общую линию ООН, антитеррористическую стратегию ООН, которая была принята некоторое время назад и в которой четко прописана необходимость соблюдения прав человека и процедур, которые установлены законодательством, в том числе в процессе борьбы с терроризмом. И мы, конечно, вносим... Мы не единственная ООНовская организация, которая занимается антитеррористической деятельностью, но мы являемся одной из таких организаций, которые объединяются в рамках существующей Таск Форс, которая действует в ООН, и мы активно участвуем в ее работе. Недавно в прессе было сообщение о том, что в докладе американского Госдепартамента по торговле людьми, тоже, наверное, ваша тема, рейтинг России был снижен до минимального. Вот такие национальные рейтинги, в частности, публикуемые Госдепартаментом США, являются для вас каким-то ориентиром. В данном случае речь идет о торговле людьми. Насколько эти рейтинги объективны, и какие еще страны в такие рейтинги попадают, потому что Россия попадает в них неизменно и, как правило, на весьма непривлекательных местах? Мы вообще не занимаемся раздачей оценок государством, чем бы мы ни занимались. Поэтому нам непонятны эти рейтинги, нам непонятна методология, на основании которой делаются рейтинги. Собственно, методология, она известна. Это так называемые вопросы восприятия. Но восприятие — это термин не очень научный, я бы так сказал, который не может быть переведен на язык цифр, фактов. Что же касается цифр, фактов, статистики, мы этим активно занимаемся. Не так давно мы выпустили глобальный доклад по торговле людьми, и данные по России вполне нормальные, они соответствуют общемировой практике. Что же касается... Я регулярно встречаюсь с российскими министерствами, ведомствами, которые занимаются борьбой с торговлей людьми. Я знаю, насколько эта тема важна для России, какое им важное придается внимание. Единственное, что хотелось бы заметить, и, возможно, именно на этом основываются некоторые элементы вот этого восприятия. Россия делает очень много в борьбе с торговлей людьми, с незаконной миграцией, но очень мало в плане пропаганды этой работы. Информационного сопровождения, как принято сейчас. Информационного, скажем так, информационного сообщения. А это очень важно, потому что борьба с торговлей людьми, с рабством XXI века не может идти отдельно от мобилизации внимания общественности. Люди, которые являются жертвами торговли людьми, они не вывозятся куда-то на Луну или на Марс, они живут рядом с нами. И просто соседи по дому, по кварталу не всегда знают, что это плохо, что это незаконно. И чем больше мы об этом говорим, тем больше мы вовлекаем в эту общественность прессу, неправительственные организации. тем эффективнее идет борьба с торговлей людьми. Упомянули традиционные угрозы, упомянули новые, но есть и новейшие, я бы так сказал. В частности, киберпреступность, скажем, контрабанда культурных памятников, культурного наследия, экологические преступления. Вот этот ряд тоже ваша компетенция, компетенция вашего управления? Это тоже наша компетенция. Я начну с последнего. Мы действительно сейчас активно развиваем это направление, борьба с... Экологическими преступлениями. Да, с экологическими преступлениями. У нас есть очень интересные программы, связанные с незаконной... с пресечением незаконной выработки лесов, в частности, в Индонезии. Мы участвовали в подготовленном по инициативе России международном саммите по защите тигров в Санкт-Петербурге в 2010 году. И сейчас в развитии этого саммита, в развитии международного консорциума, который был создан там с участием Всемирного банка, нашей организации, Интерпола, Всемирные таможенные организации, ИСАЙТЕС, СИТЕС, это организация, которая занимается выполнением конвенции по защите диких животных, растений. Мы сейчас готовим аналогичный форум по другим видам исчезающей флоры и фауны. Что же касается киберпреступности, здесь, как вы понимаете, не всё так просто. Есть много измерений этой проблемы. И как раз сложности проистекают из-за того, что часто государства-члены не могут договориться о том, что они имеют в виду под киберпреступностью. Потому что есть киберпреступность как элементарная форма оргпреступности, когда просто нарушаются авторские права, когда у людей похищают данные, электронные данные их кредитных карточек, потом с них списываются деньги. Это когда киберпространство используется для вовлечения детей в порнографию, когда киберпространство используется для рекрутирования потенциальных жертв в торговле людьми. Но есть и вопросы кибербезопасности, информационной безопасности с военным измерением. Эти вопросы, конечно, очень чувствительны. Именно поэтому до сих пор на международном уровне нет согласия в отношении того, на какой правовой платформе должно выстраиваться международное сотрудничество. Есть конвенция Совета Европы, в которой даже не все члены Совета Европы участвуют. Есть предложение ряда стран, в том числе России, заключение новой конвенции, которая отвергается другими странами. Но даже в отсутствие единства среди государств-членов нам удалось найти нишу для наших программ, и мы оказываем содействие по просьбе государствам, в частности, мы делаем это в Центральной Америке, в Юго-Восточной Азии, техническое содействие в борьбе с киберпреступностью. У нас для этого есть мандат, есть соответствующие резолюции, и мы видим свою задачу именно в этом, наращивание национального потенциала. Чуть шире вопрос. Как заместитель генерального секретаря ООН, Вы имеете уникальную возможность видеть работу организации изнутри и немножечко сверху. С Вашей точки зрения, насколько нынешняя структура организации объединенных наций, ее права отвечают современному положению дел на международной арене, и насколько организация объединенных наций нуждается и подлежит реформированию. Организация объединенных наций реформируется постоянно. Любой живой организм должен постоянно обновляться, реформироваться. То же самое происходит и с ООН. Сейчас происходит очередная реформа, которую проводит нынешний генеральный секретарь господин Пангимун. Она направлена на повышение эффективности в условиях продолжающегося экономического кризиса, когда бюджет организации впервые в истории ООН был сокращен уже второй год подряд. Такого никогда раньше не было. Естественно, организация должна выживать, поэтому генеральным секретарем поставлена задача перед секретариатом достигать большего меньшими ресурсами, что мы пытаемся делать путем повышения нашей эффективности, большей отдачи и сокращение излишних расходов. И, видимо, эта деятельность будет продолжаться и дальше. Без этого просто организация не имеет шансов выжить в современном мире в условиях острой конкуренции с другими организациями, хотя конкурентов ООН не так много, поскольку ООН является единственной универсальной организацией координации международного сотрудничества. И, может быть, в заключение вопрос все-таки больше личный, если позволите. Вы один из самых, наверное, самый высокопоставленный гражданин Российской Федерации в системе органов ООН. Как работается россиянина в международной организации? Много ли таких, как вы, или сравнимых с тем, что удалось добиться вам? И если нет, то почему представители России не так охотно берут на работу в ООН, как, скажем, тех же американцев или французов? Что в этой связи нужно делать России? Ну, представители России работают в ООН и на различных постах, в том числе на достаточно высоких постах. Работают представители России и в ОНПООН, и в Поле, и в Вене. И сейчас, кстати, у нас появилась возможность, у России появилась возможность направлять больше людей на работу в секретариат ООН. Дело в том, что долгое время считалось, что Россия — это страна, которая перебрала свою квоту в ООН. Это получилось из-за того, что после распада Советского Союза, когда взнос Советского Союза был вторым после Соединенных Штатов, мы тогда, как Советский Союз, сплотили почти 11% регулярного бюджета ООН, потом стали платить чуть меньше 1%, а люди продолжали работать, которые были набраны раньше. И, естественно, возникли сложности с продвижением новых сотрудников. Но сейчас, во-первых, произошел естественный отток из-за того, что сотрудники, многие российские, ушли на пенсию по достижению пенсионного возраста, с другой стороны, динамичное развитие России привело к тому, что доля взноса увеличилась уже в три раза по сравнению с этим пределом, менее чем 1% пределом. И сейчас Россия перестала быть представленной страной в ООН, поэтому тем, кто меня слушает, я хотел бы посоветовать, если у вас есть к этому интерес, склон и желание, пожалуйста, отслеживайте вакансии, которые объявляются, они все открытые, можно их найти в интернете, на сайтах различных ООНовских подразделений, структур, иногда они публикуются даже в некоторых журналах, и подавайте смелей на конкурс. Я также хочу призвать молодых ребят, студентов, активнее пользоваться тем институтом, который у нас существует, это стажировка, здесь нету никаких квот, никаких ограничений, пожалуйста, у нас в Вене, в офисе ООН Вене, регулярно проходит стажировку, студенты из многих российских вузов, причем не только из Москвы, но и со всей России. Спасибо большое. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что сегодня в студии был Юрий Викторович Федотов, российский дипломат, а последние три года заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций. Ну и могу сказать, что после нашей беседы я еще больше укрепился в мнении, что у ООН есть несомненная миссия и есть несомненное будущее, а ваше управление совершенно точно является одним из ключевых, это я не в порядке комплимента к собеседнику, но совершенно точно является одним из ключевых в силу специфики тех вопросов, которыми оно занимается и которые совершенно точно затрагивают интересы, а возможно и жизнь каждого из нас. Спасибо большое, Юрий Викторович, что вы сегодня были с нами. Спасибо, Константин Ильич. И с вами, как всегда, был я, Константин Косачев, руководитель Россотрудничества, спецпредставитель президента России. Смотрите нас, слушайте нас, спорьте с нами, но самое главное, будьте с нами. До новых встреч в эфире. Голос России представляет Авторская программа Разговор с Константином Косачевым Разговор с Константином Косачевым Продолжен WHO